Вы хотите жить так же? Чем вы готовы заплатить за свой успех? На первом канале программа «Время покажет», как обычно, в прямом эфире мы говорим о том, что волнует каждого из нас. Вот, Роман, вы, я так, мой бизнесмен, и вы имели дело с Трампом с точки зрения бизнеса, вы с ним что-то такое обсуждали, там, жали ему руку, смотрели ему в глаза. Продолжим затронутую тему в разговоре с экспертом. У нас в студии сегодня доктор экономических наук, председатель жилищного кооператива Роман Василенко. Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Ну, я не побоюсь его сказать. Человек, которому я вначале отнесу с глубочайшим скепсисом. И я честно сказал, ну, подтверди, было, нет? Я сказал, я не буду с тобой играть в поддарки во время этого года. Я буду тебя пытать. Я не буду притворяться, и мне наплевать, сколько у тебя есть денег, бедный, ты богатый, мне не важно. Я буду тебя пытать. Но он настолько верил в то, что говорит. Я трижды был банкротом, и все начинал с нуля. Было время, когда мне нечего было одеть, мне нечего было есть, и мне нечем было кормить свою семью. Сегодня я создал и возглавляю холдинг, в котором более десятка предприятий. Со мной работают десятки тысяч сотрудников по всему миру. Меня зовут Роман Василенко, и это история про успех твой. Когда человек всерьез задумывается о том, чтобы разбогатеть, он начинает искать, как это сделать. Давайте говорить прямо. Если у вас нет особого таланта, если вы не выиграли в лотерею, если у вас нет папы Рокфеллера, то у вас вариантов мало. Поэтому достаточно быстро многие люди приходят к тому, что реальная возможность разбогатеть, достичь своей цели, реализовать свою мечту – это сетевой маркетинг. Но тут возникает проблема, потому что, с одной стороны, у вас жгучее желание улучшить свою финансовую ситуацию, а с другой стороны, вы боитесь пойти в сетевой маркетинг, потому что вокруг него так много слухов, предрассудков и непонимания. Общество не воспринимает сетевой маркетинг всерьез. И, будем говорить прямо, часто осуждает этот способ заработка. В результате вы оказываетесь перед сложным выбором – либо рискнуть заняться сетевым бизнесом и обеспечить свою семью и реализовать свои мечты, либо отказаться от такой возможности и жить так, как ты жил раньше, ничего не менять в своей жизни. За мой опыт в сетевом маркетинге – это почти три десятка лет – был период в моей жизни, когда мне было стыдно признаваться, что я сетевик. Слава богу, этот период прошел, и я сейчас твердо знаю, что я принял в свое время правильное решение, потому что, если бы я тогда не принял решение, я бы сейчас работал бы в каком-то банке, каждый день ходил бы на работы, возможно, бы стал топ-менеджером, достиг потолка карьеры, получал бы какой-то фиксированный оклад, от кого-то бы зависел и боялся за потерю своего места. Но сейчас это не так. Я сейчас свободен, я сейчас твердо стою на ногах, и я ни от кого абсолютно не завишу, потому что сетевой бизнес – он действительно бизнес свободного предпринимательства. Это бизнес, который дает тебе полностью свободу как финансовую, так и свободу по времени. Ты никому не подчинен, ты делаешь свой собственный бизнес и отдаешь ему времени столько, сколько считаешь нужным. И тогда, когда ты считаешь нужным. И работаешь ты только с теми, с кем ты считаешь нужным. Мне сейчас даже страшно представить, кем бы я стал, чтобы со мной было, если бы я тогда принял близко к сердцу мнение, вот это ироничное мнение того моего окружения. Запомни сейчас мои слова. Есть сейчас люди, которые состоятельны для тебя и стоят на более высокой социальной ступени. Они с иронией смотрят на твое занятие, на то, что ты занимаешься сетевым маркетингом. Но пройдет время. Представь через пять лет, чего достигнут они и кем будешь ты. Какая перспектива у них и какая перспектива у тебя. Они максимум вырастут на одну-две ступени, работая по найму или чуть-чуть расширят свой бизнес, а через пять лет ты станешь миллионером. Ты будешь с улыбкой, с высоты своего успеха на них смотреть сверху вниз. Добрый вечер, Олимпийский! Сейчас я считаю сетевой маркетинг единственным нормальным доступным вариантом, который может сделать богатым любого человека. Без преувеличения. Я не знаю ни одного достойного способа начать с нуля и разбогатеть, который давал бы такие колоссальные возможности. Благодаря сетевому бизнесу ты можешь стать настолько богатым, насколько сам этого хочешь, или насколько можешь себе это представить. И что важно, сетевой бизнес позволяет достичь успеха и в других сферах жизни. Ты развиваешься как личность, ты общаешься, ты постигаешь ораторское искусство, ты очень много путешествуешь, ты действительно можешь быть полезен людям и развиваться как личность. Занимаясь этим бизнесом три десятка лет, я понял важную вещь. С помощью многоуровневого маркетинга ты можешь получить все, что захочешь. Главное страстно и по-настоящему этого хотеть, не предавать свою цель и непоколебимо двигаться к ней. Я создал свое состояние, сформировал свой стиль жизни только благодаря сетевому маркетингу. И в этом фильме я хочу рассказать всю правду о сетевом маркетинге, показать его возможности и его истинное лицо. Я наглядно покажу, почему сетевой бизнес – это средство для достижения твоего успеха. Я знал, что я буду жить хорошо, что я должен жить хорошо. Я об этом знал с детства, что я должен много работать для того, чтобы кормить свою семью и жить достойно. Я родился в семье военнослужащих, все детство провел в военных гарнизонах. Закончил школу, поступил в военное училище. Получил офицерское звание и служил в военно-морском флоте. С сетевым маркетингом познакомился в начале 90-х, когда он только пришел в Россию. Я попал на свой первый семинар. Честно говоря, я ничего не понял и вообще не понимал, зачем мне нужен этот бизнес. Потом я попробовал, у меня стало получаться. Я заработал денег и после того, начиная углубляться и разбираться, я увидел, какие широкие возможности дает это дело. Большинство людей вообще не понимает, что такое сетевой маркетинг. Я сейчас вам об этом расскажу. Сетевой маркетинг – это сеть независимых консультантов-продавцов, которые связывают напрямую производителя и покупателя. На самом деле, вам все это уже давно знакомо. Каждый день мы что-то неосознанно продаем. Вспомните, когда вы вернулись из отпуска, который вам очень понравился. Что вы сделали в первую очередь? Вы поделили своими впечатлениями со своими родственниками, друзьями или коллегами по работе. И наверняка кто-то из ваших знакомых обратился в ту же турфирму, остановился в том же отеле или поехал на тот же курорт. Или вы посмотрели какой-то хороший фильм и написали об этом в социальной сети. Что ваши друзья сделали? Они будут повторять за вами, они будут смотреть этот же фильм. Мы каждый день делимся впечатлениями о банках, страховых компаниях, парикмахерских, ресторанах, об автомобилях, обо всем, чем пользуемся в обычной жизни. Именно благодаря нашему мнению люди пользуются теми же самыми услугами, теми же самыми продуктами, теми же самыми банками и покупают те же самые автомобили. Даже когда вы носите одежду какого-то бренда или ездите на автомобиле какой-то марки, вы неосознанно рекламируете их. А теперь представьте, что вы бы за это еще и деньги получали. Вроде бы пока от обычного бизнеса не отличается, потому что продавец в магазине тоже за свою работу получает деньги. Но есть очень важное отличие. Дистрибьютор создает команду и получает процент от работы всей сети. В этом и есть суть этого бизнеса. Сетевой маркетинг – это очень простая и естественная форма бизнеса, которая построена на законах природы. Представьте себе дерево. Люди, которых вы пригласили, это самые толстые корни, которые отходят от ствола. В свою очередь, они тоже создают свою сеть, приглашая в нее своих знакомых. Их можно сравнить с более тонкими корнями, которые уходят глубже от ствола. И так далее до самых маленьких корешков. И теперь представьте, что вы получаете комиссию от каждой продажи. То есть хороший сетевой бизнес можно сравнить с развитым крепким деревом. Чем шире корневая система, чем глубже, тем она становится более обширной и более мощной. И все потоки превращаются в один мощный денежный поток, который исчисляется сотнями тысяч, миллионами долларов. И как в природе, самые сложные шаги в самом начале, когда дерево маленькое, ствол похож на травинку, и корешки совсем маленькие, когда они боятся засухи, когда они боятся солнца, когда они боятся ветра и мороза. Это самый трудный период, который нужно пережить каждому сетевику. Но чем больше ты проходишь испытаний, чем больше вырастает дерево, тем больше развивается корневая система. И приходит тот момент, когда корневая система начинает развиваться сама. Даже если спиливается ствол, дается новый росток, и она все равно живет. И вы в центре этого движения, вы постоянно в центре этого денежного потока, который растет день ото дня. Годовой оборот MLM бизнеса на сегодняшний день в мире превышает 200 миллиардов долларов. Занятых людей, которые профессионально работают в MLM индустрии, на сегодняшний день более 100 миллионов человек, которые работают профессионально. Каждую неделю в мире рождается два долларовых миллионера именно в MLM бизнесе. Какая изюминка в MLM? Их много. Но самое главное, что ты реально свободен, ты не работаешь на начальника. Тебя не ограничивают рамками по времени, ограничениями по расстояниям, их нет. Тебя не ограничивают заработком. Ты можешь работать тогда, когда ты захочешь. Работать с тем, с кем ты хочешь. Вступая в любую сетевую компанию, ты работаешь на себя. Тебе дают инструменты, тебе дают учеты бухгалтерии, тебе дают продукт. И ты сам работаешь на себя. Тебя часть функций, часть сервиса, компания, головная компания берет на себя. Но ты делаешь свое собственное предприятие, свой собственный бизнес и зарабатываешь столько, сколько тебе захочется. Главное, не ленись. Если не MLM сейчас, то что? Ну где сейчас можно нормально заработать с любым дипломом в любом возрасте деньги? Или иди, делай карьеру 10 лет, 20 лет, пока ты дойдешь до топ-менеджера? От звонка до звонка по найму за копейки. Сам себе не принадлежишь. Сетевой бизнес – это командная работа. Каждый лидер заинтересован помочь своим дистрибьюторам, своей команде, своей структуре. И когда ты приходишь в MLM бизнес, ты никогда не остаешься в одиночке. Это бизнес-команда. Потому что твой руководитель заработает только тогда, когда заработаешь ты. Соответственно, ты получаешь серьезную поддержку и помощь. Каждый руководитель заинтересован в успехе своей команды, успехе каждого из своих сотрудников. Это уникальный бизнес, в котором, помогая другим, ты поднимаешься сам. Это в корне отличается от классического бизнеса волков-одиночек. Кто кого съест. Или акулы бизнеса, которые съедают друг друга. Все поддерживают друг друга, потому что каждый друг в друге заинтересован. Руководитель заработает только тогда, когда заработает его команда, потому что он получает процент от работы своей команды. А в команде работать гораздо лече. Недаром процент успеха, процент людей, которые приходят в бизнес и становятся успешными, в MLM-индустрии в два раза выше, чем в классическом бизнесе. Профессия сетевика, она уникальна. И уникальность ее в том, что когда ты поднимаешься по карьере, помимо того, что ты получаешь возможность реализоваться, заработать денег, у тебя появляется свободное время, и у тебя появляется возможность больше времени уделить своей семье. Ты становишься человеком мира, потому что у тебя появляется возможность путешествовать. Сетевики путешествуют больше всех. Если даже зайти, посмотришь в социальных сетях, сколько фотографий в разных странах такое могут позволить сейчас себе только сетевики. Те навыки, которые приобретает любой сетевик, позволяют тебе зарабатывать на ровном месте, в любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка – рот закрыл, рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию и получить в результате за это деньги. А вы знаете, что многие известные люди либо занимались сетевым маркетингом, либо сейчас в нем участвуют? Это и миллиардеры, и политики, и известные голливудские звезды и спортсмены. Среди них Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Билл Клинтон, Ричард Брэнсон, Роберт Киасаки, Чак Норрис, Халк Хоган и даже Дональд Трамп, президент США. Однажды Дональду Трампу задали вопрос, что бы ты сделал, если бы пришло все начать сначала? Трамп ответил так, что я нашел бы компанию сетевого маркетинга в самом начале ее деятельности, которая в качестве поддержки имеет хороший продукт и систему образования. Весь зал зашелся от смеха, а Трамп ответил, что это именно та причина, по которой вы сидите в зале, а я стою здесь, на этой сцене. Инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт именно так и делал. Он покупал сетевые компании. Это самая умная инвестиция, которую я когда-либо делал, говорит он. Вот высказывание Роберта Киасаки о сетевом маркетинге. Самые богатые люди в мире ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Крупнейший специалист в мире по бизнесу и личному достижению успеха Брайан Трейси считает, сетевой маркетинг дает вам проверенную систему успеха, которая позволит вам немедленно начать зарабатывать деньги. Что предпочтительнее? Один миллион сразу? Или 10 копеек, которые будут удваиваться каждый день? Если вы знакомы с азами математики, то обязательно выберите 10 копеек, потому что всего за год они превращаются во многие миллионы. Если человек хочет стать сетевиком, первый шаг ему надо разобраться в сетевых компаниях, выбрать тот продукт, который ему подходит, который ему самому нравится. Ему надо промониторить рынок, что есть, что предлагается. Самое главное, на что обратить внимание, это, а, есть ли в компании система обучения, еще лучше, если в компании есть собственная образовательная академия. Следующее, насколько щедрый маркетинг, насколько щедрая карьера в этой компании. Успешной будет компания, и ты будешь успешно строить свою структуру тогда, когда компания будет щедро оплачивать работу, работу своих дистрибьюторов. Если щедрый карьерный план, если щедрая оплата, тогда эта компания хорошая. Тогда люди будут идти для того, чтобы заработать денег, тогда люди будут продавать, тогда компания будет удерживать своих людей. Как только человек выбрал компанию, он должен, естественно, приобрести продукт и начать пользоваться продуктом той компании, в которую он пришел. Когда он сам начал пользоваться, он может его уже и предлагать, он может его знать в совершенстве, и он может его продавать. Основной в МЛМ-продаже. Основой любой МЛМ-компании является продажа. Любая продажа начинается с себя, с того, какое ты впечатление произведешь, с того, насколько ты будешь профессионален и понравишься клиенту. Только потом уже возникает некий продукт, который ты ему предлагаешь. Любая продажа начинается с личной коммуникации, с первого впечатления, то есть с работы над самим собой. Каждый человек, который начинает делать МЛМ-бизнес, который хочет заработать денег, причем это в любом бизнесе, он должен начать с себя. Он должен начать с своего личностного роста, то есть со своих семинаров и тренингов, со своей компетенции, со своего внешнего вида, хотя бы костюмчик себе должен купить. В этом мире все деньги у людей. Все деньги у людей! То есть для того, чтобы они пришли к тебе в карман, ты им должен дать нечто, что им нужно. Нужно выполнять всего лишь три пункта успеха. Во-первых, по чуть-чуть каждый день, ударение не по чуть-чуть, ударение на каждый день. Второе, держись лидера, того человека, который тебя научит, который в тебе заинтересован, который этот путь уже прошел, у него ты можешь научиться. И третье, продержись в этом ритме постоянно хотя бы один год, хотя бы первый год. Тогда к тебе придут знания, профессионализм, придут деньги. К этому времени у тебя выстроится уже собственная сеть, которая будет давать тебе постоянный пассивный доход. Меня часто спрашивают, чего начать строить свою сеть. На самом деле у каждого из нас она уже есть. От родных и друзей до наших дальних родственников и знакомых. Для того, чтобы создать сеть, надо просто очень много общаться. Нужно посещать много тренингов, много разных мероприятий. Когда ты не сидишь дома, когда ты не сидишь в своем кабинете на месте, когда ты постоянно двигаешься, либо ты на кого-то наткнешься, либо в конце концов на тебя кто-то наткнется с каким-то предложением. В ходе заблуждения БМЛМ-индустрии, что это какие-то маленькие деньги, если этим заниматься действительно серьезно и только этим, то это достаточно серьезные деньги, которые позволяют купить и дом, и дачу, и обеспечить себе накопительный пенсионный капитал. Или, если хотите, родовой капитал, который обеспечит не только самого человека, который этим занимается, но его и семью, и детей, и даже еще и внукам хватит. По старт бизнеса можно сравнить со стартом самолета. Для того, чтобы подняться наверх, нужно сделать полный газ, нужно стартовать, нужно всего себя посвятить этому бизнесу, своей цели, всю свою энергию, все свое время отдать для того, чтобы взлететь. Дистрибьютором может стать каждый, как и любой может быть богатым, но самое главное – это настойчивость, это гребаная упертость. Упертость – это такая же точно привычка, как и все остальные, которые можно выработать. Но самое главное – это просто не сдаваться. Самое главное – никогда не сдаваться. Всегда делай еще один шаг. Что бы ни произошло, сделай еще один шаг. Никогда не останавливайся. Иди, не изменяй своей цели. Будь верен своей цели. Верь в свою мечту и всегда иди, иди до конца. Ну, двигайся. Двигайся. Ты должен быть такой упертый, чтобы от тебя сбегали, чтобы про тебя говорили, что тебе легче отдаться, чем объяснять, почему этого не можешь. Упертость – пусть лучше он от тебя сбежит и скажет, что ты долбанутый, чем ты потом будешь думать, что ты что-то не доработал. Иди, делай до конца, пока он не убежит от тебя, тогда у тебя будут деньги. Настойчивость – непобедима. Настойчивость – это эликсир успеха в любом деле. Да, конечно, кто-то тебе не помеет, кто-то скажет, что ты зомби. Ну и что? Пусть говорит. Да тебе плевать, что он будет про тебя говорить. Тебе главное – сколько ты принесешь денег своей жене, своим детям. Вот это главное. Главное – настойчивость. Главное – то, что ты идешь до конца, пусть он от тебя убегает. Встал и пошел. Предлагай всем подряд. Все, что на расстоянии вытянутой реки, должно попадать в сектор обстрела. Не бойся. Предлагай, ты ничего не теряешь. Нельзя потерять то, что не имеешь. Недавно я поднялся на высочайшую точку Европы. Это западная вершина горы Эльбрус. 5 642 метра. Для того, чтобы подняться на вершину Эльбруса, нужно делать маленький шаг. Вдох, шаг. Вдох, шаг. Это называется гималайский шаг. Маленький шаг сделать нетрудно. Ты делаешь один маленький шаг. Но если ты не остановишься, ты по-любому будешь на вершине. Дорогу осилит идущий. Так же и в жизни, и в бизнесе ты всегда должен делать следующий шаг. Это один из базовых моих принципов. Всегда делай еще один шаг. Всегда, чтобы не произошло, еще шаг. Успех – это постоянство. Если человек успешен, значит он успешен. И сколько у него было неудач и провалов, это не значит, что каждая сделка, каждая встреча, каждый контракт заканчиваются у него удачей. Нет, конечно. У него неудач гораздо больше, чем удач. Но он успешен. Почему? Потому что в целом из большого количества попыток он получает результат, который перекрывает все его неудачи. Общайся с успешными людьми, общайся с людьми, которые больше тебя зарабатывают, общайся с людьми, которые тебя превзошли. Если человек чего-то достиг, он тебя может научить. Он тебя превзошел. Учиться надо у тех, кто сильнее тебя. Только у них можно научиться. Взять полезные, правильные привычки. Взять правильные поступки. Взять правильные жесты. Если ты общаешься с успешными людьми, если ты общаешься со знаменитостями, и общаешься очень долго, ты невольно, когда оказываешься где-то без них, ты начинаешь действовать как успешный человек. Общайся с людьми, которые тебя превосходят. Общайся с людьми, которые сильнее тебя. Только тогда ты будешь расти и развиваться. Все в твоей голове. Что хочешь, о чем ты думаешь, что ты и получишь. Думай всегда глобально, большими категориями, категориями большого бизнеса. Тогда ты и получишь большой бизнес. Нужна ясная цель. Ты должен знать, для чего ты этим занимаешься, сколько ты хочешь заработать, или для чего тебе эти деньги. Куда ты двигаешься, когда ты знаешь, зачем у тебя будет результат. Когда у тебя есть большая цель, у тебя есть возможность, перспектива, развитие. Вот ради достижения своей цели можно сделать еще многое. А просто ради денег? Навряд ли. Навряд ли бы я пошел куда-то просто ради денег. Если идти, то идти для чего-то, для того, чтобы чего-то достичь, для того, чтобы реализовать свою мечту. Думал ли я голодный, униженный, раздавленный, обворованный. Тогда, сидя и читая историю Трампа, что не пройдет и двух лет, я буду сидеть у него в кабинете и общаться с ним лично. Ты можешь все, если ты верен своей мечте. Представь свою жизнь. Это твоя жизнь. Сколько тебе сейчас лет? 10, 20, 30, 40, 50 лет. Сколько ты будешь жить? 10, 90 лет, 80 лет, сколько? 70 лет. Вот это все, что у тебя осталось. Когда ты собираешься жить, жить нужно сейчас. Зарабатывать нужно сейчас. Двигайся. Прямо сейчас сделай первый шаг к твоему успеху. Двигайся. Сделай то, что изменит твою жизнь. Двигайся. Движение – это жизнь. Жизнь – это успех. Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова